Заключительная стадия испытаний новейшей российской подводной лодки специального назначения К-329 «Белгород» вызвала целый шквал публикаций в зарубежной прессе. Это и понятно, ведь такого оружия ни у кого в мире больше нет. На эту тему появилась даже интересная статья в британской газете Daily Mail. Издание отметило, что АПЛ «Белгород» является самой большой подводной лодкой за всю историю подводного флота. Ее длина составляет 184 метра, а это примерно как высота 60-этажного дома. Британские эксперты указывают, что основное оружие подлодки – это шесть ядерных торпед «Посейдон», имеющих ядерные боевые части по 2 мегатонны каждая. Такая торпеда, сдетонировав под водой, способна вызвать радиоактивные цунами с волнами высотой до 90 метров, которые станут угрозой для прибрежных городов. Данные торпеды также несут угрозу авианосным ударным группам, и от такого оружия нет защиты, приходит к выводу издание. А в американской печати даже приводится оценка ущерба от применения ядерной торпеды «Посейдон» по побережью США. Атака на Сан-Франциско торпедой, взорвавшейся под мостом «Золотые ворота», привела бы к гибели или же ранила более полумиллиона человек, и распространила бы радиацию по воздуху далеко на север, до Невады. Торпеда «Посейдон», подплывшая к статуе свободы в Нью-Йоркской гавани, привела бы к гибели сразу полумиллиона человек, и ранила бы еще два миллиона, загрязнив территорию вплоть до Портланда, штат Мэн. В западноевропейских СМИ наша субмарина даже получила прозвище «Машина судного дня». Многие западные военные эксперты окрестили этого монстра самой эффективной боевой субмариной на земном шаре. Так что же это на самом деле за монстр, я и постараюсь рассказать в этом видео. Начнем с того, что Белгород является действительно уникальным атомоходом, так как он первый в мире принадлежит к пятому поколению. Его особенность заключается в широком применении подводных беспилотников, а сама АПЛ в открытый бой не вступает и будет всегда находиться только поодаль. На Белгороде упомянутых беспилотных аппаратов множество, и самый главный из них — «Посейдон», но о нем чуть позже. Изначально атомоход строился по проекту 949А и должен был быть носителем крылатых ракет P-700 «Гранит». Однако в 1994 году, на самом раннем этапе, корпус был законсервирован ввиду намечающихся экономических проблем в стране. Строительство возобновили в 2004 году, однако долго думали, чем его вооружить. Первоначально подлодка должна была стать головным крейсером проекта 949АМ, но уже в 2012 году произошла перезакладка по спецпроекту 098-52. Отличительной особенностью проекта является его длина. Белгород невозможно перепутать с прародителем, и он стал самой долиной в мире подводной лодкой, обогнав даже знаменитую советскую акулу проекта 941 по длине на целых 12 метров. Такое решение было необходимостью, так как в ее корпусе будут базироваться посейдоны. Думаю, многие о нем слышали, как о некой торпеде апокалипсиса, и что главная его задача — это срабатывание у берегов вероятного противника и вызывание колоссального цунами. Отчасти это так и есть, однако система на самом деле куда более функциональна. Например, один из возможных режимов работы — охота на авианосные или просто большие корабельные ударные группы противника. При таком раскладе мощность торпеды значительно меньше, но все равно огромна. Этого с лихвой хватит, чтобы потопить любое соединение, ну или же вывести его из строя полностью. При подводном ядерном взрыве появляется такое явление, как высокорадиоактивное облако пара, охватывающее все вокруг. Радиация там страшная, и все, что попадает под это облако, становится вне игры, мягко говоря. Так вот, Посейдон может долго следить и слушать движение группы кораблей, находясь при этом на глубине примерно в километр, а в нужный момент он начинает двигаться к цели. И тут тоже есть своя особенность — скорость торпеды в этот момент около 200 километров в час. Такая скорость достигается благодаря воздушному пузырю, так называемому эффекту суперкавитации, когда часть пары из турбины в виде пузырьков окружает корпус, снижая сопротивление воды. Важно отметить, что до цели наша суперторпеда может идти очень далеко и очень долго. Дальность применения не ограничена ввиду наличия у дрона ядерного реактора на борту. Второй сценарий применения Посейдона известен всем. Срабатывание прямо у берегов вероятного противника. Причем там мощность куда выше и достигает 100 мегатонн. Тут уже и мощная ударная волна, и гораздо большее радиоактивное облако пара. По некоторым расчетам, одно лишь цунами может проникать вглубь территории на 500 километров, а пар и того дальше. Все это создает неприемлемые условия для жизни, и территория долгие годы будет заброшена. Помимо вышеперечисленного, имеется неизвестное число торпедных аппаратов, из которых стартуют уже привычные нам калибры, а в перспективе цирконы. Получается очень вооруженная подводная лодка, которая легко может совершить